Каждый раз мы должны себе напоминать о том, что время должно работать на нас. Время должно работать на нас, поэтому смотрите. В НЛП есть пресуппозиции. НЛП, на котором построены все мои тренинги. Там я использую инструменты нейролингвистического программирования. И вот в нейролингвистическом программировании, которое, напомню вам, создавалось для моделирования успешных людей. Для моделирования успешных людей. Если психология, психотерапия для того, чтобы помочь человеку самому дойти, самому. А самому, вы понимаете, это могут быть долгие годы терапии. Самому дойти до того, куда ему идти, или как ему решить проблему какую-то в голове. Или что там в детстве, как это для себя уладить, как же с этим разобраться. То НЛП собрало в себе инструменты психотерапии, нейролингвистики. Которые может использовать каждый человек, каждый человек сам с собою, чтобы приблизиться к успешному человеку. Не для того, чтобы разобраться и понять, почему, что же у меня там произошло такое в детстве, почему. Хотя, конечно, это включается очень часто, да. Когда мы что-то делаем, и такое, раз, ой, я поняла, вспомнила ситуацию из детства, когда мне мама сказала, что деньги это зло, или деньги это грязь, или деньги это опасность, мужчинам доверять нельзя, вспомнила, поняла, почему я опасаюсь, да. И почему я без денег, без мужчин, и еще без чего-то, говорит девушка. Или там, я поняла, я поняла. У моей мамы была любимая, ну, нелюбимая, конечно. Но вот такая фраза, которую я часто слышала, и на которой у меня выработался тошнотворный рефлекс, просто денег нет, денег нет. И вот я помню, как только они получат зарплату, раз-таки расписывают все расходы за квартиру заплатить, туда-сюда, денег нет. Все, даже ребенок не успел рот открыть, чтобы вам что-то попросить, денег нет. И так далее. Конечно, включаются элементы детства, мы продукты нашего детства. Мы продукты нашего детства. Но все-таки больший акцент идет на том, что, да какая разница, почему у тебя было то, почему у тебя случилось то или то или то. Акцент на то, что делать будем, как это все исправить, да. То есть не понять, и распутать, и разобраться. А так что делать будем? Как мы повернем жизнь в нужную сторону? И вот там есть, то есть они взяли такие быстрые, четкие инструменты, оттуда, 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 составили, родоначальники НЛП. И вот сделали такое, как это назвать, это не наука, да. Ну вот инструментарий для человека, для каждого, который может взять и начать приближаться к успешным. Кто такие успешные схематично, да, схематично опять же, потому что успех все-таки свой для каждого. Но тем не менее. Можно ли назвать успешным какого-то больного, бедного, страдающего, там, не умеющего строить отношения с людьми? Ну, наверное, нет, правда? Даже если человек больной, но у него какой-то другой ресурс перевешивает, да. Мы же знаем такие истории. Человек болен, но он реализовался настолько, что жизнь его полная, несмотря на его какую-то болезнь излечимую. А он реализовался, да, и он успешен. Все, то есть один ресурс перевесил, дополнил недостаток этого ресурса и так далее. Но в общем и целом это все-таки люди, которые живут так, как им нравится. Да, люди, которые живут так, как им нравится. И вот если говорить в целом, чем же отличается успешный человек от неуспешного, он не отличается умом. Там нет этого, что успешный он умный, а неуспешный он, ну, так не повезло, да, глупенький родился и все, значит. Нет. Это умение готовить свой мозг таким образом, чтобы двигаться вперед, да, двигаться вперед. Что нам помогает двигаться вперед? Вот что нам помогает двигаться вперед? Конечно же, вера в то, что я могу. Пусть не все в этом мире, да, все могут только все. Все с копом. Но многое я могу, сто процентов, да. Конечно же, вера в то, что Вселенная полна ресурсов. Полна ресурсов. Одна из пресуппозиций НЛП, вот эта база, закон, по которому живут успешные люди, это то, что Вселенная добра и полна ресурсов. Это не обсуждается. Однозначно, да, однозначно. Вот есть, что называется, закон жизни успешных людей. Один из законов жизни успешных людей, это то, что Вселенная добра и полна ресурсов. Пусть сейчас она прижимает нас немножко, но она добра и полна ресурсов. Прижимает нас для того, чтобы, да, если мы, чтобы куда-то нас в хорошее, в более, в лучшее место. Если ребенок знает, что родитель добр, да или да, да, если ребенок в этом уверен, он воспринимает все его меры с каким настроем, что все к лучшему, все к лучшему. Папа знает, мама знает, да, там тяжело уходить в школу, ну, надо. Мама знает, папа знает, говорят, что надо, да. И вот закон успешных людей, один из законов жизни успешных людей, это то, что вера в то, что уверенность даже в том, что Вселенная добра и полна ресурсов. И даже если сейчас есть какая-то трудная ситуация, все к лучшему. Да, все к лучшему. Поэтому не мыть надо, а искать возможности. И если не видно возможностей, так бывает, не видно возможностей, вообще ничего не видно. Не видно. Темнота полнейшая. Значит, нужно что делать? Заземляться, радоваться простым радостям, не искать смысл жизни, искать смысл каждого дня, что я буду делать сегодня, да, что я буду делать сегодня. А за что я сегодня себя похвалю и поблагодарю? Не требовать от себя найти выход. Наметить, пусть это висит, да, мозг, смотри, как только что-то начнет проясняться, нам нужно будет хвататься за возможности. И, конечно, отдыхать. Что называется, когда нечего делать, если нет дела. Вот нет. Мы оказались в такой ситуации, что мы вынуждены бездействовать. Мы должны отдыхать. Всё, расслабься, называется, расслабься и получай удовольствие. То, которое возможно. Поэтому каждый день надо делать выбор. Каждый день надо делать выбор. Выбор реальный намного легче выбора ментального. Да, какой-то физический выбор, он намного легче. Ментальный выбор это те, он идёт по старому шаблону. Если в детстве, мы с детства мы привыкли, по какой-то причине, родители нам обломали стратегию, ещё что-то случилось. Мы привыкли бояться и отступать, уходить в угол, то нужно эти стратегии менять. И сегодня нам уже той девочке было 5 лет, и она поняла, что от сложных обстоятельств нужно уходить в угол, иначе куда-то прятаться, иначе будет вообще, да. То девочка уже выросла, ей уже плюс 20, плюс 30, плюс 40, а она всё, пришли какие-то тяжёлые обстоятельства, она впала в апатию и залезла под корягу. Нет. Да, нужно делать выбор. Он труден, потому что нас тянет на старые рельсы, вот эти старые протоптанные мысленные дорожки. Мысли бегали, 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 бегали. И там уже протоптанные дороги. А нам нужно протаптывать новую, что когда приходит сложная ситуация, я не ною, а веду себя спокойно. Можно быть такое? Ну вот не изменишь. Не изменишь. Я не восклицаю и не впадаю в депрессию, а я просто живу по обстоятельствам. Может быть такое? Может быть такое. И так должно быть, если мы хотим сделать из своей жизни что-то такое, что нам будет нравиться к концу года. Хотела сказать. Ну, к концу года хотя бы, да. Начнём с конца этого года. Поэтому каждый день делайте выбор. Вы хотите быть счастливыми? Вы хотите быть успешными? Сложно не паниковать. Хочется, да. Сложно не расстраиваться. Хочется расстроиться. Но всё-таки делайте выбор в пользу того, чтобы не расстраиваться. Там, когда наступает переходный период, я вот это на себе ощутила, сначала ты расстраиваешься, дёргаешь, рвёшь на себе волосы мысленно, да. что всё плохо, опять очередная какая-то произошла, да, очередная. То потом, когда ты принимаешь любое сложное обстоятельство, ты сразу принимаешь. всё. А, ну, а-а-а-а-а. И всё. И приняли. Да, принятие. Ну ладно. Буду думать, как теперь действовать. Там наступает такая удивительная пустота, и выходит голос, который говорит, и всё, мы не будем расстраиваться, не будем плакать, даже не будем жаловаться на жизнь. Удивление такое. Нет, мы ничего, из-за этого мы ничего делать не будем. Мы спокойно дальше живём, уже ориентируясь на новые обстоятельства и ищем возможности. Вот сложно объяснить, да, тем более энергию никто не измерял пока ещё. Высвобождается колоссальное количество энергии. Вот эта энергия, которую вы копили, собирали, сознательно или не сознательно, но собирали, и вот пришла ситуация, вы её раз, всё, выхлопнули туда, и всё, вы опустошены. Вы лежите, у вас нет сил, и возможности, конечно вы искать не можете. Всё, да, вы порастраивались, 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 подепрессовали, пожаловались, ещё кому-то позвонили, увеличили эту проблему, пропитали вокруг себя всё пространство этой проблемы. Получилось, что вся энергия ушла. А представляете, если бы пришла проблема, а вы так посмотрели, да, прочитали, как сводку погоды, нифига себе, я-то думала, солнце будет, и я полечу на острова, вы читаете, нет, надвигается какой-то там ураган, все полёты отменяют, острова затоплены, в общем, туда вылететь нельзя. Всё, оставайся дома. И вы так, ну да, не ожидала, не очень приятно, ну ладно, 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 да, всё, буду ориентироваться в пространстве. То есть, вот такое вот, раз, быстрое принятие. Поэтому, знайте, что мысли, это не просто мысли какие-то, да, ну ладно, ну меня так тянет себя пожалеть, ну такой соблазн в жертву впасть, ну сегодня я впаду в жертву, ой, а ладно, завтра, или послезавтра, или через неделю, да, возьму себя в руки. Смотрите, счёт каждый раз идёт на часы, и на минуты. Человеческая энергия стоит очень дорого, очень дорого. Это самый дорогой ресурс. Энергия, время. Время вообще невосполнимы. Энергия восполнима, но, когда мы выходим все из этой трудной ситуации, выиграют те, на кого работало время. Понимаете? Кто даже если и не искал возможности, он просто отдыхал, наполнял, вся, наполнялся. Поэтому сложно, я понимаю, что сложно, это, ну, это нормально, что сложно, но всё-таки, начните в этот кризис, не ждите следующего, начните в этот кризис, перестраивать мышление в сторону изобилия, да, изобилие здесь, оно с нами, мозг, нужно найти к нему доступ, всё, вот это, нужно найти к нему доступ. Даже если мы сейчас ничего не видим, значит, мы будем лежать и наполняться. в полном одиночестве всё равно сложновато в карантине. Это называется, нет, нет, купил бы, есть, продал бы, да, вот это постоянная неудовлетворённость своим сегодняшним положением, это, конечно, детство, да, это, конечно, детство. Ребёнок пытается переделать этот мир под себя, он ещё в каких-то иллюзиях находится, взрослый понимает, что мир не переделаешь, мир не переделаешь, нужно подстраиваться под мир, подстраиваться под мир. Выиграет тот, кто поймёт, что раппорт ролевой, он не может быть равным, никогда не будет, он не может быть равным. Не мы создали этот мир, не мы создали сами себя. Поэтому есть большая система, и у нас всегда роль подчинённого, роль подчинённого. Понимаете? Как раппорт начальника с подчинённым. Когда начальник отдаёт приказ, подчинённый что делает? Подчиняется. Всё. Это схема. Если он начинает рыпаться, и делает это долго и нудно, его рано или поздно поменяют. Или, конечно, он же что-то высказывает, какие-то предложения, какие-то там, да, понятно, мы что-то там высказываем. Мы высказываем пожелания в пространство, но всё равно мы понимаем, что это раппорт снизу, пространство сверху, не пытаясь его переделать, оно тебя просто поменяет на другого. Так что вот это сложно в одиночестве, но это вам урок, что вы себя не любите, не знаете, вам с собой скучно. Это и звоночек на то, что отношения, да, отношения, не хочу делать негативных внушений, но задумайтесь о том, что если нам скучно с самими собой, если нам сложно с самими собой, вы что, часто на карантине бываете? Вы что, часто бываете вот так вот запертой в четырёх стенах? Нет. Правда? Вот случилась такая ерунда первый раз в жизни. И вы не можете быть собой, вам сложно, вы не знаете, чем себя занять, вам с собой неинтересно, скучно. С чего вы взяли, если вам вдруг нужны отношения, ну даже не вы, а вообще вот кто, я отвечаю на этот вопрос, я думаю, что есть люди, у которых такая же ситуация, да. Если вам нужны отношения, задумайтесь, человеку зачем они, отношения с вами. Если вам с собой скучно, человеку будет точно так же, ему будет скучно с вами. Понимаете? А если есть иллюзия построить отношения в одну сторону, да, то есть, да, мне одной с собой хреново скучно, я себя некомфортно, я все хочу куда-то, да, разбавить пустоту свою внутреннюю другими людьми. Вот без мужчины я несчастна. А придет мужчина, я буду счастливой. То есть, он должен прийти и принести что-то, восполнить вашу пустоту. Это будет игра в одни ворота. Это будет игра в одни ворота. Рано или поздно человек ощущает, что он отдает больше, чем получает. Понимаете? Поэтому все, кто ощутил одиночество, вот этот какой-то некомфорт, это всем знак, что нужно заняться собой. Нужно заняться собой. Следующая пресуппозиция, это то, что мы не можем себя не любить. Мы себя не любим, пока мы себя плохо знаем. Мы не можем себя не любить. Мало того, как мы говорили в конце прошлой трансляции, вот сегодняшней, которая висит или уже пропала вчера, базовая наша миссия – это полюбить себя. Это познакомиться с собой, вот с этим человеком, познакомиться с телом его, принять, постоянно улучшать, знать хорошо, да что же ему нужно, давать ему это нужно и так далее. Расскажите про питание. Ой, такая скукотища. Чего про него рассказывать, про это питание? Я ем малышка, ем мало. Ем все, кроме каких-то сладостей, булок. Стараюсь вообще не употреблять глютен. Молочку тоже не употребляю. А так, фрукты, овощи, рыба, мясо, очень много овощей, каждый день. Овощи, зелень, по тазику, овощи и зелени. Это каждый день просто. Маст, и обязательно какой-то белок. Яйца, мясо, рыба, яйца, мясо, рыба, яйца, мясо, рыба. Когда-то я не ела мяса, 20 лет где-то я не ела мяса, или даже больше. Ну, в общем, сейчас опять ем. Мне тоже нравится, с семьей отдыхаем, читаем, совесть не мучает куда-то бежать, только чуть поменьше есть. Да, чуть поменьше есть, это 100%. Когда человек заперт дома, лучше вдруг холодильник, да, хочется чего-то, чего бы такого, чего бы такого съесть. можно взять аскезу. А когда мы понимаем, почему, как работать с этой ситуацией, устранять причину. Если мы сейчас не можем устранить причину, значит, нужно консультацию в будущее. как наращивать готовность к своему делу, как начался ваш путь, когда вы начали работать сами на себя. Но для этого нужна смелость, ответственность. Ответственность не рождается на пустом месте. Не рождается на пустом месте. То есть ответственность нужно привыкать, брать на себя каждый день по мелочам. Вот каждый день по любой мелочи брать на себя ответственность. То есть если вы замечаете, что вы перекладываете на кого-то выбор, если вы замечаете, что вы недовольны чем-то и говорите, что кто-то виноват, что-то там, да, нужно привыкать поворачивать фокус на себя. Если моя жизнь сейчас находится под мостом, потому что я ее так организовала, да, Если что-то где-то кто-то, нет, это не кто-то и что-то, это я так всё сделала. И когда наросла уже такая некая ответственность, тогда нужно брать её полностью на себя и в финансовом плане. Сложно, конечно, потому что одно дело работать. Может, пришёл в каком-нибудь учреждении, не паришься вообще, приносит оно прибыль, не приносит прибыль. Пришёл, отсидел, взял папочку и ушёл. Да, спасибо за прекрасный день. Это они там, пусть голова у них болит. А так нужно учитывать, что у вас будет голова болеть. Не всем, конечно, быть самостоятельными. Ну, не всем, мы разные, нужно знать себя, мы разные. Это не значит, что кто-то хуже или кто-то лучше, мы реально разные. Вот кто-то, наёмный работник, идеальный наёмный работник. И он сам хорошо живёт, да, и всё замечательно. И хорошие деньги получает. А поставишь его на лидера, и он не справится. Поэтому нужно к себе прислушиваться. Как вы держите прекрасную осанку? Осанка – это моя проработка, то же самое, на всю жизнь. Делаю валик. Делаю упражнения с мячиками. Два теннисных мяча. В носок. Вот так завязать. И перекрутить. Вот, чтобы получилось, два мячика такие. Их подкладываешь под лопатки. И лежишь. Они расслабляют. И вот отгибают лопатки назад. Потому что мне всё время хочется вот так скрючиться. В позу эмбриона. И куда-то там заползти. Поэтому постоянно, каждый день я с этими мячиками. И с валиком. Больше никак. Как больше успевать по дому? Сплю, ем сериалы. Слушайте, ну... Как больше успевать по дому? Да не надо ничего успевать по дому. Вообще не надо ничего успевать. Дома-то такое, ну неужели надо себя заставлять? Нет. Надо искать выход. И как бы кому его поручить? Иногда без техники прощения родителей невозможно идти дальше. Смотрите, по-разному бывает. По-разному бывает. Родители, так же, как и наш род вообще. Почему мы делаем принятие рода? Это важно. Так же, как и наша страна. Наша родина. Что мы там родились. Это наша родина. Вот это вот всё принятие всей цепочки. Потому что мы плод в конце... В конце вот этого всего генетического дерева. Ну, не в конце, конечно, да. Поэтому желательно суметь найти в себе ресурсы, принять всё это. Потому что тогда мы себя полностью принимаем. Мы — это наши родители. В нас есть наши родители. В нас есть наш род. В нас есть наша страна. Генетический код нашей страны. Генетическая память нашей страны. Поэтому желательно всё это принять. Но по-разному бывает. Моя клиентка, одна из... Она не нашла в себе ресурсы. Например, простить. Она вообще лишила своего отца родительских прав. Мысленно. Да, мысленно. Вот мы с ней крутили-крутили. Крутили-крутили историю. Крутили-крутили. Ну, не могу. Нет ресурса простить. Не могу. Не могу простить. Человек очень успешный. То есть я не могу сказать, что ей оно загородило путь куда-то. Понимаете? Хотя, конечно, теоретически можно допустить, что если бы простила, там вообще бомбанёт. Но всё равно бомбанёт. Всё равно бомбанёт. Мы над этим работаем. Но уже, уже большие масштабы. То есть всё замечательно. Нет сил простить. И в её ситуации она, наоборот, взяла ресурс, когда закрыла для себя эту тему, ну, по крайней мере, сейчас. Да не хочу я пытаться кого-то понять, простить, принять. Ну, не хочу я даже пытаться. Я не хочу тратить на это время, усилия. Я вообще не хочу об этом вспоминать. Да? То есть когда она вспоминает, у неё вспоминала, у неё вот это вот начиналось мучение. И вот нафиг лишаю родительских прав мысленно. Не мой папа это. Не мой папа. Всё. Пошёл. И мы придумали ей другого папу. Да? И встроили другого папу. Всё. На данный момент так. Может быть, пройдёт лет пять или десять, она захочет раскапсулировать это и вернуться. Но пока так. Очень важно понимать такую вещь, что когда у нас нет сил решить проблему, мы должны, ну, не то, что должны, да, но хорошо бы уметь просто жить рядом с этой проблемой. Вот жить рядом. Да, она есть. У меня нет ресурса сейчас её решить. Но я себя и не мучаю. Потому что что делает большая часть людей? Она начинает себя мучить. Ну, когда? Ну, что, да? Тыркать, 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 тыркать. Или закрывает глаза. У меня нет проблемы. У меня нет проблемы. Самообман. Нет. У меня есть что-то, что я не могу решить. Но я просто останавливаю. Ставлю на паузу, да? Я замораживаю, архивирую пока, уменьшаю, чтобы оно занимало меньше места в моём внутреннем мире. Всё, архивирую. Нет ресурсов. Потом, через пять лет, может быть, я вернусь, а может быть и нет. Сейчас ресурсов нет. Я просто живу рядом с этой какой-то задачей. Устала обвинять родных в том, что не помогли, когда очень нужно было. Вот это тот же самый момент. Устала обвинять. Не было ресурсов у родных. Вы это допускаете? Не было ресурсов. Всё. Нам иногда кажется, что кто-то что-то может. Вообще не факт. Ну, вообще не факт. Это наши фантазии о том, что кто-то что-то может нам сделать. Не факт. У человека нет ресурсов нам помочь. Нет ресурсов. И то же самое. Не обязаны. Не обязаны. Это детская позиция, что нам кто-то что-то должен. Нет, никто вообще ничего не должен. Абсолютно. Вот когда есть контракт, что-то подписано, должен. Когда есть несовершеннолетний ребёнок, и когда есть родитель, уже такой престарелый. Да, а всё остальное вообще нет. Дочь замужем, муж с тираном, психологическое насилие на антидепрессантах. Заработала болемия. Что делать? Смотрите, нельзя, к сожалению, или к счастью. Но мы не можем спасти человека без его желания спастись. Не можем. Не можем. Всё, с этим надо смириться. Человек делает выбор. Она делает выбор пока ещё жить с ним. Конечно, понятно, да, что когда встречаются такие проблемы, ситуации, мы не делаем вид, что всё хорошо. Мы сидим такие, да. Как ты живёшь? Всё нормально, всё нормально. Мы делаем внушение сбоку откуда-то, да, говорим, что ну посмотри ты уже на себя. Разве так живут? Посмотри на других. То есть помогаем человеку сравнить. Рассказываем о том, что бывает другая жизнь. Когда человек застревает в своей реальности, ему кажется, что... А что, разве бывает по-другому? А что, бьёт и любит? Это как? Да? Как там? Бьёт, значит, любит. Может быть, так? Нет. Бывает ещё другая жизнь. Бывает, любит и заботится. И хранит верность. Вот, пожалуйста. То есть мы помогаем человеку, конечно, посмотреть на другие жизни. Как же это бывает? Но мы должны понимать раз и ещё раз, что человек взрослый, он делает свои ошибки, и ничего с этим не сделаешь. Ничего с этим не сделаешь. Всё. И, к сожалению, да, вот здесь ещё такой момент. Когда я поняла, что это, да, я поняла где-то через два месяца, через две недели я подумала, что что-то не то. Через два месяца я уже поняла, что я сделала ошибку. Через два месяца совместной жизни я поняла, что я сделала ошибку. Я ушла от него через полгода. Всё. Я уже приняла решение уйти. Я не смогла уйти сразу. Я усыпляла его бдительность, да. Когда уже наконец-то усыпила бдительность, когда он стал уезжать и так далее, оставлять меня одну. Тогда я просто сбежала, и всё. Собрала все свои шмаки. И денежки по три копейки я собирала на дорогу. Потому что денег он сразу перестал давать. Но я сразу поняла, что всё, я уйду. То есть у меня не было, может быть, он справится, а может быть, это любовь, а может быть, как только первый раз он меня ударил, у меня сразу вот он меня ударил, и у меня любовь вылетела. Вот как только он ко мне прикоснулся, любовь моя вылетела. Однозначно. Раз и навсегда. Она просто умерла. И дальше начался подготовительный процесс к тому, чтобы смыться оттуда. То есть у меня не было вот этой вот жертвенности. Люди, которые находятся там годами, здесь нужно понимать, это созависимые отношения, это профессиональные, ну как профессиональные, это жертвы, такие вот уже закостеневшие жертвы. Там нужна помощь профессионала. Но она должна на неё согласиться. Причинять добро без запроса ну не получится, не получится. Человек должен осознать сам, что он зависим, что логикой она хочет уйти, а лимбика там не пускает и так далее. Эмоции, чувства. Нужно обращаться к профессионалу, чтобы он корректировал голову. Тогда уйдёт. А так, если она спокойно может уйти и этого не делает, то созависимость уже началась. Кто какие аскизы взял найдет. Чем радуете вы сейчас себя? Я сейчас учусь усиленно. Усиленно просто. У меня голова вот такая. У меня усиленный. Я планировала быть на Ибице и в Нью-Йорке. У меня должен был быть отпуск. У нас. Ну, не случилось отпуска. Поэтому я учусь. Отпуск переносится. Насколько надо понимать политическую ситуацию в стране, как вы относитесь к гражданской активной позиции? Смотрите. Начинать войну нужно, когда ты можешь выиграть. Войну начинать можно только тогда, когда ты заведомо выиграешь. Заведомо выиграешь. Все остальное до этого, к сожалению, просто нужно понимать. Не то, что не надо этого делать. Нужно вести диалог с властью, конечно. Нужно высказывать недовольство. Однозначно. Потому что у нас, к сожалению, рабская психология на постсоветском пространстве. И у нас народ очень долго терпит, очень долго терпит, 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 терпит. А потом революция. В идеале как? Налог. Народ ведет постоянный диалог с властью. Власть и народ, они равны. А у нас как? Народ как будто ниже он. Как будто он какой-то под гнетом постоянно. Нет. Они равны. И нужно постоянно вести диалог. Что мы недовольны. Давайте сделаем так. А власть говорит, мы не можем сделать так. У нас нет ресурсов. И вот такой вот, да? Постоянно. Раз, 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 раз. А не то, что молчим, молчим, молчим. Принимаем. Принимаем. Бухаем, бухаем от горя. Бухаем. Потом все. Революция. Это, конечно, что такое? Рабская психология. Не туда и не сюда. Есть такое выражение, что каждый народ достоин своего правителя. И это так, к сожалению. Это так. Мы не можем взять отдельного гражданина и сказать, ну посмотрите, какой хороший гражданин. Ну неужели правитель и этот гражданин, вот, да, гражданин вот этот такой хороший, классный, он достоин вот этого, вот такого вот правителя? Нет, есть отдельные граждане, которые там являются исключением, но в общем и целом правитель, он из народа. Понимаете? И это означает, что если большую часть народа туда поставить, будет то же самое или хуже. Поэтому, когда кричат, они воруют, они зеркало того, откуда они вышли. Большинства, по крайней мере. Большинства. И здесь нужно понимать, что должно пройти хотя бы еще пара поколений, чтобы выросла анонимная ответственность. Анонимная ответственность. Это как в Австрии, не в Вене, но какой-то город под Веной, я помню, ездили мы. И там на столбах висят файлики, туда, там лежат газеты, и люди кидают по евро. Да, то есть берет газету, кидает евро. Напротив подъезда висят вот эти газетницы, то есть человек сам, просто файлик, это никак не закрывается совершенно. Представляете, да, если у нас повесить файлики, туда накидать по евро, каждый будет брать газеты, кидать евро, ну, в общем, понятно. То есть вот эта анонимная ответственность, когда не твое, не бери, проходи мимо. Все, не твое, проходишь мимо. Не твое, не трогаешь, не портишь, ведешь себя как дома. Опять же, люди себя по-разному дома ведут, да, к некоторым домой страшно зайти. Ну вот, да, что все вокруг надо беречь. Мы еще не доросли до этого, это надо понимать. Не доросли, большая часть, не доросли, все. Так что, активная гражданская позиция, хорошо, отлично, нужно вести постоянный диалог, но начинать какие-то такие действия, да, типа революции, нужно понимать, только, можно только тогда, когда сил достаточно, чтобы победить. Зачем начинать войну, чтобы проиграть? Я здесь веду диалог, введу диалог, монолог с женщинами, то есть для женской аудитории. Я не вижу ничего против того, чтобы мужчины вели войны и проигрывали, когда это надо, да, то есть мужчина идет, он начинает войну, чтобы показать, что так нельзя, нужно что-то менять, нужно сломить, нужно, да, и вот он один раз, второй раз, третий, то есть мужчина жертвует собой. Я честно скажу, я не считаю, что женщина должна жертвовать собой, ну, не считаю я. Женщина, она больше для созидания, опять же, всегда бывает исключение. А когда надо ходить на работу, автобусы не ходят, денег на такси нет, и до дома два часа идти, тоже надо радоваться, и не впадать в панику, и подстраиваться? Почему? Можно впасть в панику, конечно, вам это поможет? Если вы впадете в панику, придет автобус? У вас есть вариант не подстроиться? Есть вариант не подстроиться? Ну, то есть, как хотите, да, как хотите. я рассказываю, как бывает, вы принимаете решение. Можно впасть в панику, конечно, и паниковать. Поможет ли это, да, как можно мужчине поднять самооценку, рассказывать, что он, во-первых, верить, верить, потому что рассказывать без веры, это манипуляция, да, рассказывать без веры что-либо, это манипуляция. Вы хотите получить от него результат, и вы идете на обман. Я не верю, но я ему буду рассказывать, такой ты молодец, ты все можешь. Понятно, да? Ну, так не годится. Нужно верить. Поэтому мы сами рассматриваем нашего мужчину, ищем в нем достоинства. Так же, как и в себе, когда мы работаем с собой. Благодарность самой себе, фокус на хорошее. Мы берем нашего мужчину и начинаем в нем рассматривать хорошее. И начинаем ему про это хорошее рассказывать. Все. То есть сначала мы сами, да, протираем глаза. Такая корова нужна самому. А потом начинаем ему рассказывать. И отлично тренироваться сразу сюда и туда, сюда и туда, сюда и туда. То есть мы себе рассказываем, вслух или про себя, неважно, и ему рассказываем. Себе рассказываем, ему рассказываем. Себе про себя, ему про него. Тогда получается вин-вин. Вы, во-первых, практикуетесь, у вас словарный запас растет, потому что нельзя всегда говорить, ну ты молодец, ну ты молодец, ну ты молодец, да? А можно что-нибудь поинтереснее, кроме молодца? Мы тренируемся на себе, ищем к себе разные слова. Вот я себя какими только словами хорошими не называю. То же самое мы ищем слова к нему. Выражения, обороты. А как еще можно это обыграть? Как еще можно это красиво рассказать? Как организовать самообучение? Организовать, написать план. Выписать, какой есть выбор у вас. Например, да, что у вас сейчас на данный момент имеется? Что хотелось бы пройти? И прям отшкалировать их. Так, а что на 10 из 10? Вот точно хотелось бы. А если бы был выбор одно что-то только пройти? Что бы прошли? Вот с этого и начинаете. Да? Одно, второе, третье. Составьте себе график. Иногда помогают, процессы, идущие параллельно, ускоряют друг друга. То есть вы не один тренинг проходите, например, три дня или пять дней, а берете разные и там три часа один, два часа другой, полчасика третий. Вот что-то такое. Тогда интересней, мы меняемся. Да, это как предметы. Математика сегодня, завтра, послезавтра. русский язык, литература. Так и тренинги. Чувствую, что пространство нужно больше моих усилий для переговоров с партнерами сейчас. Да вы можете больше. Мы можем больше, чем мы думаем. Мы можем больше, чем мы думаем. Понимаете? И когда приходит ситуация, которая является выходом на новый уровень, мы должны знать, что мы можем больше. Вот прям рассказывать себе, не слезать со своего мозга. Ты можешь больше. Ищи, 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 ищи выход. Ищи, ищи, ищи выход. Как понять, что пространства достаточно? Нет. Не поймем. Смотрите, аскеза, да? Аскеза. В чем смысл? Мы и для пространства, и для нашего мозга показываем, что мы движемся, мозгу мы показываем, что мы движемся к цели, таким образом настраиваем фильтр, а миру мы просто показываем, что мы прикладываем какие-то действия. с нашей стороны по улучшению себя, чтобы он, если он будет так добр, приблизил исполнение нашей цели. Но гарантий нет никаких. В этом-то вся и фишка. Здесь нет взаимного обмена. Пространство можно, я не буду пить кофе 21 день, и мне подарят машину через 3 недели. Нифига, так не получится. Ну, нет. Нет, нет. Нету ни голоса сверху, ни сбоку. Никто никаких гарантий не дает. Мы действуем вот так вот, да, в открытое пространство. Мы не знаем, какую часть требуемых усилий занимает эта аскеза. Не знаем. Но мы делаем, да. И в чём смысл? Мы можем от чего-то отказаться, да, от того, что нам ну, не хотелось бы, тяжеловато отказаться. Или хотелось бы, но тяжеловато. Есть некая зависимость. Нужно отказаться. То есть мы отказываемся от чего-то в пользу цели. Либо мы начинаем делать что-то, что тяжеловато делать в пользу цели. Да? Аскезы бывают двух видов. Ну, для продвинутых там ещё есть. Но вот для начала два вида аскезы. То есть отказаться от десерта, например. Едим и едим, едим и едим сладко. Возьму-ка я аскезу на 21 день, буду отказываться от сладкого. Не просто, чтобы похудеть, ещё что-то, а именно во имя цели. Или там, не говорю каких-то бранных слов. Или не ругаюсь на мужа, не смотрю на него волком. Или ограничение соцсетей, 15 минут в соцсетях. Или, да, это отказы, или делать начинаю. Начинаю учить английский, начинаю приседать, начинаю, ну, что-то начинают, что не могу начать. Нам обязательно должно быть чуть-чуть тяжеловато. Потому что, если нам легко это делать, ну, это не аскеза, да, это не аскеза. Это хорошее времяпрепровождение, которое тоже имеет место быть. Но аскеза, она должна быть связана с неким усилием. Вот хочется сладкого, но отказываюсь, да, или не хочу я учить этот английский, господи, но села и учу. И каждый раз, да, это наше усилие в пространство по улучшению себя, любовь к себе, любовь к миру, все завязано. Мир, смотри, я люблю тебя, потому что я люблю себя, я себя улучшаю. Да, пожалуйста. Ну, и опять же, это же и про миссию тоже. Человек, который может взять себя за шкирку, ему быстрее миссию дают. И дают такую достойную миссию. Это, что касается работы с пространством. Когда в это же самое время мы работаем с собственным мозгом, мы точим фильтры, да, в нужную сторону их поворачиваем. Каждый раз, когда мы делаем усилия и отказываемся от десерта, да, там, муж, дети едят, а вы так, раз, у меня аскеза, я во имя, там, чего, новой работы, новые фигуры, нового мужчины, новой машины, новой квартиры, новой страны. отказываюсь от сладкого. Вы говорите себе. Каждый раз, когда раз, да, раз, раз, что происходит? Мозгу все равно мы делаем какие-то реальные шаги в направлении к цели, или мы бьем палкой по батарее и говорим, что я приближаюсь к цели. Вот мозгу реально все равно. В этом есть и плюсы, и минусы. плюсы в том, что когда мы понимаем, как это работает, и заставляем его работать на себя, мы говорим, смотри, во имя, там, новой машины я отказываюсь от десерта. Раз, в копилку, да, мозг такой, угу, понятно, идем туда. Раз, на следующий день, еще раз, раз, еще раз, раз, еще раз, да, там, или хлоп, 20 приседаний, хлоп, 20 приседаний. Все во имя цели, все во имя цели, все мозг такой раз, раз, раз суммирует и говорит, хозяйка, да, где-то она уже должна быть, это новая квартира, или новая машина, или новый город, или новый мужчина, или новые деньги, мы уже столько сделали во имя цели, ты каждый день трудишься, там же вот это вот именно, знаете, усилие, когда ты хочешь, но отказываешься, или не хочешь, но заставляешь себя, вот этот внутренний импульс, и мы говорим, смотри, это во имя цели, это во имя цели, вот это очень круто поворачивает фильтр, а мы знаем, что мы видим только 7% из того, что нас окружает, 7% информации, где-то так, 7-5% информации, мы получаем от мира осознанно, все остальное проходит бессознательно мимо нас, каждый день, то есть каждый день в мире есть возможности, которые нас окружают, но мы их не видим, мы видим только то, на что настроены наши фильтры, мы видим только то, во что мы верим, поэтому я говорила вам в начале, да, вселенная добра и полна ресурсов, вселенная добра и полна ресурсов, и когда люди верят в это, в общем, да, начинаем с общего, так, вселенная добра и полна ресурсов, значит, где-то есть ресурсы и для меня, А потом еще, так, мы столько сделали во имя новой квартиры, мозг начинает сканировать пространство. Хозяйка, значит, она где-то здесь уже, где-то рядом. Он начинает считывать возможности. А вот здесь возможность, ой, новая работа, ой, кому-то кто-то нужен, ой, возможности для бизнеса, ой, здесь еще что-то. А здесь, смотри, мужчина новый и квартиру подарил. И новый мужчина, и новая квартира, как девушка писала. Все сразу исполнилось. И новый мужчина, и новая машина. Можно не спасать, кого любишь. Все время спасатель лезет, но останавливаю. Потом внутренний диалог. Мужчина, смотрите на него, как на мужчину. Не надо смотреть на него, как на несмышленого какого-то ребенка. Мужчина делает свои ошибки, он идет свой путь. Нужно советовать тогда, когда просят вашего совета. Нужно учиться этому. Иначе человеку в отношениях становится душно. Душно. И если мы спросим, даже если нас спросят, вы предпочитаете жить в свободе принятия решений, или вы предпочитаете прожить жизнь какую-то без ошибок? А кто решает, с ошибками в жизни или без ошибок? Твоя жена будет решать. Она тебе будет постоянно рассказывать, что делать, как это делать без ошибок. А ты будешь, значит, вот жить. Ну, короче, кукушка съедет. Понимаете? Уважайте своих мужчин. Дайте им право делать свои ошибки, приобретать опыт. Естественно, я понимаю, что когда ты смотришь, что человек явно что-то, нельзя смолчать. Но, во-первых, такие случаи бывают редко. Во-вторых, нужно как-то сбоку, да, а посмотри здесь внимательно еще. Ну, когда вот на уровне бытовухи просто буквально каждый день, вот каждый день она все знает, и она все знает, и она все знает, уже тошнит от нее просто всех, всех окружающих. А она все знает и знает и знает. Да займись ты собой своей жизнью, да? Потому что если мы посмотрим на себя, наверняка у вас там не на 10 с плюсом все в жизни, да? Наверняка как-то сферы подхрамывают. Так себе дайте совет. Чего вы к мужчине пристали? Себе дайте совет, если вы такая умная. Займитесь своей жизнью. Потому что вот смотрите, в чем прекрасность саморазвития. Когда ты рассказываешь, что нужно делать человеку постоянно, да, человек начинает шарахаться. А когда ты показываешь, показываешь на своей жизни, что ты умеешь принимать мудрые решения, что ты видишь дальше, что ты видишь намерения людей, что ты дальновидна, что у тебя есть интуиция, он сам подходит, просит совета, еще и благодарит. А когда мы лезем постоянно с советами, вот эта суета не нужна. Так что успокаиваемся, начинаем заниматься своей жизнью. Показываем классные результаты, он сам к вам побежит за советом. Просить у молодого человека, это нормально? Это позиция взрослого человека или ребенка? Например, оставить деньги на бензин или на еду. Просить, это вообще знак доверия. Если просить, нормально. На равных. Если просить на равных. Конечно, когда мы учимся просить, можно просить из ребенка, чтобы оставить себе пространство отступа. Ой, уже час прошел. Ну вообще, да? Господи, как быстро время летит. И просить не из нищенской позиции, я бедняжка, а просить как равноправного, как равный равного. Слушай, помоги, пожалуйста. Так нужны деньги. Помоги, пожалуйста. Все. То есть спокойно, с достоинством, с любовью к себе. Не с любовью к нему и нелюбовью к себе. Не с вот этой вот нищенской протянутой руки. А просьба, просьба. Не попрошайничество, а просьба. Пожалуйста, помоги. Так нужны деньги. А если не нужны? Ну я предполагаю, что если еда и бензин, значит нужны деньги. А если подарок, вообще просто хочу, чтобы подарил. Так, ну что, девушки, спасибо за ваши прекрасные вопросы. Всем здоровья, пожалуйста. Хорошего настроения. Хорошее настроение – это еще и гормоны. Понимаете? Может быть, сегодня оно вам не принесет пять рублей в ладошки, но это гормоны. У вас либо гормоны стресса вырабатываются, когда вы паникуете, либо у вас они не вырабатываются, когда вы в ровном состоянии. Либо у вас вырабатываются гормоны радости. А это всегда иммунитет. Поэтому не надо себя кортизолить, не надо паниковать. Принимаем ситуацию, и два часа идем пешком домой, накачаем попу.